А где здесь бальтов? Так лежала бальтов. Шуба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! И очистены от всякие скверны И спаси наши души наши Батюшка здесь? Там, Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, благослови это собрание. Научи нас во всем доверяться Тебе и не искать своего. Научи нас во всем произносить, да будет воля Твоя, и принимайтесь с благодарением и с радостью. Тебя за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Меню. 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 Четыре Евангелия. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Что значит большие деньги? Это никого определя не дают. Сколько стоит 1 сантиметр? Ты, конечно, не знаешь. Они вот за две посылки отдали 10 000, чтобы дошло до нас Ну что именно? Сколько стоит, нам опустим прислал, я решил выписать, и две посылки во что обойдется. Я не выписал два посылок. Ну нужно было это делать, но мне не надо, вначале воодов. Сначала такие посылки. Я знаю как это дорого. Несколько раз дороже стоимости. Мы об этом не договаривались Вот в чем дело А кто-то платит, но это уже положительно Не совсем это положительно Вот говорят иеговисты, свидетели иегов Они раздают бесплатно Не забывайте, у них они Я спрашивал, разговаривал с ними как А вот платят они сколько И каждый берет на эту сумму, а потом бесплатно раздает Молодым они не говорят, которые приходят А потом человек постепенно втягивается Он понимает, а как они будут издавать-то Вот приносят журнал здесь Душа Бесплатно Что значит слово бесплатно? Даже кто вымолил, это уже не бесплатно Берете Так в треть Больше ничего нигде не брать Без тщательного обсуждения этой темы У нас в Евангелии Столько лежит Невостребованных, мы привезли целую машину Привезли Заплатили, это уже не касается нас Я взял на обмен на книги свои Вдруг это деньги платить Это на нас висит теперь Два ящика, большие деньги Две коробки Это разбирайте теперь По благословению Патриарха Кирилла книги вышли 150 тысяч экземпляров Вот лежат здесь А вот там дальше лежат Евангелия Это бесплатные, которые мы достали Мы доставали новые заветы За все оплатили Но заплатил я один И никому не говорю Ни большие, ни малые Почему? У меня еще рассчитывать Я богатый Книгами Так Брат Постарайся узнать Сколько это стоило Ну я посчитал Вот в среднем 62 рубля Получается Одна книжка Ну вот так Хотя бы примерно За 62 рубля Чтобы знали Это вот на скидку Это по совести Можешь брать бесплатным Но внутри себя и имей Если я дам И не вернул ничего Все Благодетельство прекратилось А если я это стараюсь дать И восполнить там Там они снова издают Это непрерывно идет работа Привыкли как Обо всем можно говорить О душе О чем О деньгах нельзя говорить Это уже не духовно Вы Евангелие читайте Собрали все апостолы вместе И наказы всякие дают Но апостола Павла Видя что он все делает правильно Дали только один наказ И вы знаете какой Чтобы я помнил Иерусалимских И везде собирал деньги А потом говорит Много соберете Ну много Мне чтобы не стыдно было Не 2 рубля Я тогда с ними С теми кто повезет эти деньги Я вместе с ними явлюсь И скажу Я выполнил ваше дело Порученное мне Я старался помнить Ему еще стараться Память вселенская А здесь как бы не забыть Там вдовы голодные Иерусалимы Так они везде голодные Мне наказали не о всех Заботиться о Иерусалиме И особенно о домашних Это царская церковь Иерусалимы Ты можешь молиться о России Но в первую очередь Молиться об Израиле Мир на Израиле Не написано мир на Россию Привыкли главное как Евреи Евреи Божий план спасения такой Мы должны заботиться об Израиле Молиться Больше мы никак не можем Да они такие Ты слышал сегодня Мой грех больше Чем ты приселся то Грязная бомжиха И ты приселся на нее Другое дело Цариса обещала тебе Наследие Это уже Хоть какое-то изменение И все равно грех остался грехом Так точно здесь Всем понятно Это моя душа Мы очень возвышенная А немножко отъели Я говорил Вы по совести только поднимите руки Сейчас Кто покупает фрукты Для себя Сколько так Теперь опустите Кто принес десятину из этих фруктов Никто Я не покупаю И каждое воскресенье Вот даю Почему А потому что меня любят И со всех сторон присылают Но ни одно яблочко Ни одно яблочко Нам в рот не попадает У нас дети сидят Один раз прожили Сто что-то купили Но и успокоились И снова дают Так Старшего кузови сюда Так пожалуйста Во славу Божию Спаси Христос Кому это непонятно Тот и так и останется Десятую часть фруктов Хотя бы Ты скажи А я дам больше Чтобы яблоко Так хоть не езать Это наши дети Каждый раз говорю Одно и то же На одном месте Вот эта скорость здесь какая Так батюшка Пусть говорит Идет А то я Опять разольюсь на море Без берегов Слава Богу Слово дали В этом году У нас праздник Богоявления Крещения Воскресенье приходится Девятнадцатого воскресенья Значит восемнадцатого Я буду здесь Если жив, здоров Буду, угодно будет Господу На восемнадцатое Потому что так совпадает Что там И пояс у нас почетным Только ходит Видите У нас сейчас затруднения Пояс ходит только почетным И то еще нет Большой уверенности Что он может остановиться Вот Потому что Было случай Ехал отсюда Анатолий Кузьмич Три дня назад И Пояс не остановился Он проехал до Корчена Вот В Корчена вышел А там вокзал закрытый Не работает вокзал Нет Куда идти Никому Ну ладно Машина была Какая-то одна машина Была скорчена Он доехал до Корчена Там созвонились Хорошо, что телефонный есть А так выйди Куда Кому-то в первый двор Только проситься Раньше был вокзал А сейчас вокзалы закрыты Все Экономия Доехал до Корчена Там у Никитина Ночевал Потом уже после обеда Зять поехал Его там Значит забрал Стали узнавать Что Послал Я позвонил А Левкинию Иди там Разберись И дай им разгон Там на вокзале Всем Как следует Ну разобралась она Потом дали телефон Мне дежурного Подепо Я звоню Ему Вот С Новым годом По приезд Словой Я с Потеряевки Подстебной О знаю Знаю Потеряю Подстебную Знаю Как же так Получилось Что билет Продают А поезд Не останавливается У нас Сегодня Мы едем двое В город Я еду на службу Значит Другой человек едет У нас билеты куплены Мы по интернету Сейчас билеты берем Не выходя из дома Билет берем В любое направление И уже В вагон Когда садишься То они билет не спрашивают Знаете Наши билеты уже у нас Говорят Ваши билеты у нас То есть им как-то Передают уже И у них Копия наших билетов Уже у них У всех проверяют Я здесь вот сажусь В Парнауле Когда по интернету У всех проверяют А у меня не проверяют Проходи Говорят сразу Все В вагон Уже знают Что билет куплен Но это Говорят Вызла неувязочка Там Дали приказ Что с первого Отменить остановку Но я не спросил По какой там Это что Здесь уже По телефону Много там Не спросишь Подстраховался Железная дорога Железная дорога Действует Нормально Страна Стабильно Будет жить Как только Начнет Железная дорога Давать сбои Все Это уже Кранты Тогда Вечером Это по моему Кто хочет болеть Болеет Болеет На благовестие В город Ходил Спасибо Господи За приглашение Я очень Рад вашему Сердечному Приглашению Но Я не могу Остать Потому что У меня Другой Распорядок Чему у вас Вот Так что Ничего нет Ко мне Никаких больше Наказов Какие наказы Пожелания Пусть Пусть я тебя за голубями Смотрит Чтоб сова Не перетаскала Ну Сове Как переказываешь Сова Как как В прошлом году Сова залетела Заходит Голуби Задратые Сова здесь У него Одна задача Как ее Выпустить Теперь Горять голубей Чтобы сову Выгнать надо В одном магазине Если грабители Застанут Милиция Раз открывает Дверь Ну скорее Выходи Пока тебя не взяли Ну сова В следующий раз Полетела Она сама Себя определила Сова Сова Она Так и все Что они Вот смотришь Фильмы там Показывают Про зверей Смотришь Они друг другом Питаются Одни одни Другие Других У них Так они Так бы Господь их Наверное сотворил А она Другого Это не значит Что она Это вор Залез Он мог заработать А она Она знает Что голубь Ловить надо И есть его Это ее естественно Но он мог бы Конечно Поймать ее Мог закрыть Арестовать Человек Он может закрывать Ну да Но не догадался Он или там Что Смилосердствовался Так Чтобы отпустить Не один раз Несколько раз Это уже Система То есть я и наказаю Наказать Сохранить Виктор сейчас у родителей гостит На Рождество Он приедет А кто там Андрей ходит? Ну Андрей да На хозяйстве остался Андрей Андрей там на хозяйстве У него остался Травить начали голубей Прямо переживание такое Зимой Зимой прикрыл Снегу дал Ничего не надо Пшеницы у нас полно Игорь снабжает Ну так дал один указ Не выпускать Пшеницы насыпал Голубь Не овечка Я насыпал ему корыто Ему на неделю Можно не загляд Конечно Только меняй снег Приноси снегу Что больше было Да и все Вообще Заботы о нем никакой нет Я даже баранов Которые на улице Я зимой водой не пою Они снег едят А голубь Ты не можешь снег достать Это на крыше Он занес снегу Ведро Занес снегу Ведро там Таз насыпал снегу На неделю хватит Это все можно решить Так Ну значит Ничего ко мне нет Больше Ну все Продолжайте Главное событие У нас приехали к нам Наши братья И сестра Гости Я по порядку Начну сейчас Михаил Они все причастники Приехали на исповедь Причастия Ко всем обращаюсь У кого есть Какое слово Назидание Скажите Скажи брат Чтоб не забыли его У нас принимали Эти люди У нас все принимали Крещение Они живут В других областях В других Регионах страны Но приезжают Сюда причащаться Они избрали Такой путь Вот сейчас Есть люди Которые у нас Уже близкие Я теперь решил Что я буду только К вам ездить Я говорю Ты сам подумай Там же храмы открыты Патриархийные Ну посмотри Там может Можно причащаться Я не могу сказать Что не езди к нам Но еще раз подумай Стоит ли тебе ездить Причастие остается в силе Мы это признаем О каноническом признании Нет я буду ездить к вам Ну Трудно Зимой Люди приехали Говори Ну во первых Это Для нас Большое счастье Попасть опять сюда К вам приехать Ну мы считаем С Ниной Ивановной Что это мы Как наша община Не то что вы Отдельно от нас А мы уже Как бы живем с вами Хотя и находимся На большом таком Расстоянии от вас Но тем не менее Мы в курсе всех событий Которые происходят В общине В курсе всего В общем Это что у вас тут делается О чем вы разговариваете Беседуете В общем Благодаря тому Что все это выставляется В видео И аудио В общем Для нас это Понимаете Как глоток Живой Воды Сюда приехать Пообщаться Побеседовать Получить наставление От Игнатия Тихоновича Толчок какой-то Чтоб дальше двигаться А то не застаивалось Чтоб у нас там Эта вода В нашем колодце Так что Я только Уезжаю отсюда С хорошим чувством Благодарности Ко всем вам Что вы все вместе Не разделяетесь Поддерживаете Игнатия Тихоновича В его делах В общем Все Так У нас это Трапезная Трапезная Здесь пресс-конференции Проходили Когда батюшка приезжал Корреспонденты Приходили Разные Вот Здесь у нас Встречи Занятия идут Так что Здесь может говорить Женщина Сестра Это не в храме Внутри Он приехал С одной сестрой И отстает Или ей дать Она старейшая Или Другие братья Позже приехали Регламент Какой У нас не установлен Поэтому Если кому-то Не понравится Что сестра Раньше Двух братьев Будет Ну Потом скажете Сегодня нигде Установки нет Я не знаю как Пожалуйста Сестра Нина Я хочу очень Благодарить Всю вашу Общину За ваши Молитвы Мне очень Много помогло Я это чувствую За Отца Игна И Игнатия Тихоновича Всех вас Я очень Благодарю Я с таким Вниманием Поехала Я так Всяко мне было Нельзя было И можно Но я все-таки Старалась Все равно С Божьей помощью С Михаилом Только лишь Советуюсь Не оставь И Я так Очень довольна Я вас Всех Благодарю Мне кажется Я даже Вот Знаете Приехала У меня Идут слезы Не по болезни Даже От радости И вообще И всякой Конечно Как бы Мне не было Я так Довольна Вечерашний вечер И сегодня Такие дела Всех Благодарю Так она Из-за синников Сестра Ты из-за синников Вот Олегина У нас Мы у нее Были Два раза Заезжали Когда на Благовестии Были Она Приняла Нас Как Ангелов Я обычно Не выхожу Из машины Ночую В машине В машине Но Вот тут Кажется Два случая Было Когда я В Иркутске Там негде Было И у нее Зашел В дом У меня Хотя С собой Простни Ну И отдохнул Там Обстановка Такая Была Что нельзя Было Никак Ее Не Зайти У нее Много Икон Где-то Она Из журнала Вырезала И все Стены Были Уверены Я Сделал Ей ревизию Она Кто Не знает Снимай И набрали 130 икон Ну Вырезки Раз И она Своей рукой Все это Собрала Нам Отдала И мы Выехали Когда Дорога Первая Остановка Мы Помолились И все Иконы Предали Огню Почему Там Не разоберешь Облик Бывает Там Порван Запачкан Это Прямое Указание На это Чтобы Не подверглись Поруганию Так Было Садись Господом Так Вот Маленький Вам Пример Я Кое Что Открою Мы Едем Нынче Самое Длительное И Самое Продолжительное По расстоянию Будет У нас Путешествие С Миссионерской Целью Миссия Там Признается Где Свидетельствует О Христе О А уж как Где Удастся Поэтому Нам Нужны Будут Средства Апостол Павел Заботился Об этом Заботитесь Вы Отговорки Не помогут На суде Божьем Вера Из дел Состоит Ты уверовал Теперь Подтверди Делами Что она Живая Она Вера Может быть Давно Умерла А как Делами Яков Говорит Вера Бездел Мертва Слышали И дальше Говорит Это вера Бесовская Так я Хожу Причищаюсь Повтори Бесовская Потому что Говорит Веруют Бесы И трепещут А ничего Нет Но я Не могу Ну Ты можешь Стакан воды Подать Принявший Пророка Во имя Пророка Получит Награду Пророка Принявший Праведника Во имя Праведника Получит Награду Праведника Мы едем И Слово Божие Несем Ты не можешь Участвовать Поучаствуй В средствах Так я Где возьму У меня денег Нет Так Секрета Не нет Такого Какая у тебя Пенсия Восемь Ой Сейчас Десять Мы от нее Не можем Уехать Она ни разу Не приехала Чтобы не пожертвовать Столько Сколько Ето Вот она Приехала Вчера В руки Сойдет Деньги Я посмотрел Двадцать Тысяч Да по двадцать Каждый Дайте Вопрос Снят Из повестки Узнает Парализованный Воронеж Козлов Сергей И он Сейчас Каким-то Электронным Методом Начинает Собирать Деньги Чтобы у нас Что-то было Поехать Как Бог делает Ты не парализованный Живешь рядом И уши заткнул Как аспит глухой Мы едем То для чего Ты сам Соображай Ты как бы С нами едешь Ты будешь Все время помнить Твои средства Повезли Кто-то на этим Напитан будет Книги уже не издаем Книги изданы У меня В общей сложности Семь книг Уже сверстанные Лежат Ждут Своего сейчас Я хочешь давать Вряд ли Стихи бы и сдал Четыре тома По 800 страниц Понятно? Я трогаю вас Очень глубоко Если это дошло Записывайте Покажите Кто принес Для записи Бумагу Там карандаш Все Одна сидит Не то что вы Сильно хорошо помните А Два Три Четыре Пять Виноват Надо было руку поднять Записывайте Когда придете домой Знаете Это вам задание На неделю Сами себя Маленько Как-то Тревожьте Мы говорили Что у нас День общины В первое воскресенье После 19 января После крещения Если крещение Будет в субботу То день общины В воскресенье Будет 20 Но нынче получается Крещение Попадает в воскресенье Значит С 19 на 26 И вот думали В какой день пригласить Пригласить надо Мы договорились С батюшки На благословение Все Решили сделать Другой день Чтобы были священники Оказалось Из наших Никто не приходит Три Поэтому разворачиваем Назад Точно 26 Желательно Чтобы батюшка был Будет он или нет Вот Чтобы Здесь Я пишу На нового Алтайского Барнаульского Епископа Сергия Иванникова И уже составил Чтобы Он пригласил С собой священников Я показал Не более 30 Семинаристов Не более 15 Иначе нам негде Будет сесть У нас небольшое помещение А он может не придет Это не значит Идите и зовите На брачный пир Я им сказал Что Сегодня Большое внимание Патриарх Кирилл Уделяет Образованию Общин Чтобы не так Что из церкви Расцепную Служба не кончилась Уже Еще не проглотили Во рту И прослор Уже домой бегут У нас некоторые Такие же есть Вытряхнет Бог Говорит Из жилища Писание неоднократно Этим угрожает Образование Общины Я говорю Я вам попутно Проведу здесь Курсы Полный курс Как образовать Общины Общая продолжительность Один час За один час Пройдете университет Это я им напишу Наши сестры Сходят Отнесут На одном Они поставят Печать Что приняли И тогда будет видно Их расположение Они неоднократно Обещали Просто Обманывали Не как-то А просто обманывали Как обычно Назначали Стреляющим Пригласили Никого нигде нет Потеряю Тут же сидит Секретарь епархии Договорились Архиерей благословил Рабочую группу Созидать Все И как будто Никогда не то Что самое опасное Чтоб с нами Этого никогда не было Дал слово Выполни его Я сейчас закончу До тебя еще дойдет дело Тебе придется отвечать Кое-то за что Так Если к нам и придут Вот такая Братья Приготовьте Друзья Свой подарок А какой подарок Сестры приготовят Если какой-то обед Или что День общий У нас всегда обед Приготовьте подарок К этому дню Что вы получили От нахождения В этой общине Не просто А мне здесь уютно Вообще-то здорово Но еще что-то должно быть Кроме того, что уютно А у меня тут такая защищенность Я хоть болею Хоть что Одно никогда не буду У меня тут звонить Будут ходить Тоже здорово Ну а ты о себе подумал Ты так ли идешь Или нет То есть Требования к другим У тебя понятные Хорошие Но это их к себе Обрати как-то Нельзя А так что Сколько больных У кого последний раз был Так У нас есть устав В коридоре Его надо исполнять Посмотрите Человек стоит У него две ноги Вам хорошо видно? Вот теперь Длина Это нога Раз Подальше Маленько пойдет На другой Раз Теперь это подгибает Притом я посмотрел Как Ну по времени Где-то Примерно Человек 150 раз На время службы Подгибает ноги Кто это делает? Подними руку Так вот смотрите Я уже не раз С братом говорил Это не от того Что ноги больны У тебя главное Качество Подтвержденное Даже мамой твоей Беспечность Я говорил Вздрогни Вы не думаете Такое маловажное дело Я о чем попало Говорю Ну не я говорю Я вам сейчас Цитирую Буду закавычивать Григорий Богослов Узнаете? На Мальяне Не поджимай ноги Как журавль на болоте Тебе что еще надо? Знал что? Видел как журавль поджимает Ты на журавля похожий Напряженно стой У тебя святыни Здесь никакой нету Ты в храме Престол Молитвы Посмотрите Кто в армии служил Перед знаменем полка Которое святыней считается Они слово то для безбожников Коммунистов Слово святыня Это чужородное В их устах Но они говорили Это святыня Как они стоят то? Ты думаешь вот так он стоит где-то? Он на вытяжку А хоронят Это чучело там в мавзолее то Как они стоят то? Ну посмотрите Проходят мимо Говорят надо же Какие манекеды хорошие поставили Так как Люди настоящие Он такой Проходите не задерживайтесь Так это человек оказывается Так ли мы стоим? А ты перед живым воскресшим Господом Как Дмитрий Смирнов в священии говорит Пока самого скверного человека Умершего здесь не похоронят У нас в стране ничего не будет двигаться Это Новикова Клара говорила Все Об этом надо молиться Неоднократно уже Ельцин пытался Уходя Со сцены Ельцин говорил Последний день Говорит У меня есть два вопроса Которые я не выполнил И совесть меня гложет Что народ в нищете Страна развалилась Его это не волновало Но два вопроса Все таки тревожили Что не запретил компартию Никакой пары Этих людоедов Нельзя допускать В международном плане Доказано Такую же фашизму Несколько раз Собственный народ уничтожали Фашист этого не делал Он другие народы Под свою расу поджимал А это большая разница В своем гнезде Волк полчат Пожирает Или овечек таскает Это вырубки уже Маленько подумайте И второе Что не захоронил Эту мумию Как Новодворская Говорит Зюганов Забери свою воблу Отсюда Сушеную С плакатом вышло Валерия Новодворская Это услышал об этом И приноси молитву Сейчас видите В печати появилось такое Я до конца не знаю Но материалов уже достаточно Что Дальний Восток В аренду отдают Там Китай Японцы Но Китай Про Китай не говорится Там Таиланд Сингапур Четыре страны В аренду В аренду отдали Аляску А то она всегда уходит Большие нарекания В сторону президента Путина Я говорил А я об этом молился Всегда вслух На молитве говорил Господи Этому народу Японскому Дай добрую землю Чтобы они могли Обратить И тебя познать Я вижу Молитву Вах исполняет Как о развале Это империя зла Чтобы Солженецин Возвратился Я нигде это не скрываю Никогда в молитве Не забывайте И говорить Мир на Израиле О многострадальном Еврейском народе Он не то делает Это он за это ответит Тебе положено это Ты считаешь Псалтырь Там написано Просите мира Иерусалиму Ты считаешь Псалтырь-то Иерусалиму Ни Барнаулу Ни Москве А как Ну а тут само себе Ты же родной Ты не забудешь Родную мать-то Не забывай Иерусалимскую церковь Вы как-то маленько Воображение-то Раздевайте Я вот о чем Я вам говорю Это сразу В молитву вносите В прошлый раз Очень хорошо Брат Игорь наш Сказал О тех Которые оглашенные Может и не какой-нибудь Оглашенные Оглашенные Они выходят год Выходят второй Садисты за стол Сегодня были Пришли Ну ради отца Может быть И никого уже нету Что непонятно-то В разряд оглашенных Мы не имеем права Но по штату Оглашенных Они могут идти Их можно По штату Сказать Вы безразличны К своей душе Ну приравняй Себя примеры Где-то К чему-то Где-то Ну ведь как-то же Говорят, что пшеница Если килограмм хлеба Приравнивается Ну К 100 грамм сыра Ну так Приравняй себя К кому-то По витаминам На какое ты тянешь Писание говорит Исследуйте самих себя Не мы А куда пошел Где был С кем спал На это Бог Не уполномачивал А говорит Исследуйте самих себя Верили вы А это очень трудно Самого себя исследовать Как встал Как спал Чем занимался Кажется Об одном человеке Начни говорить А что о нем можно сказать Вы слышали Такую фамилию Кураев Да Ну кто не слышал Поднимите руку Чтобы я знал Объяснять или не Объяснять Кто такой Кураев За тысячелетнюю историю Только один человек Получил такое прозвище Диакон Всея Руси Он был референтом Писал доклады Патриарху Алексею Второму Очень приближенный Профессор Академии Духовной И на этой неделе Его отцу Почислили на покой Везде Он на 24 года Моложе меня Он нигде не Судентом Ничего плохого Не сказал Он не еретик Вот в школах Культуру вводят Где там все это Это его книги Самый популярный Кого только можно представить На радио Везде Он популярнее Архиереев Это было Такой неожиданностью Там эфир Буквально взорвался Ну и мне Идут Тоже запросы Почему вы-то молчите Ну хоть что-то-то скажите Вы же знакомы были А он перед этим выступил Где-то Перед этим И говорил Вопрос-то я говорил Ко всем обращался Вы знаете Кто самый знаменитый Миссионер у нас в России Живущий ныне Не знаете Лапкин Игнатий в Барнауле Когда это поставили Я слышу его голос Он сидит Где-то того Что бы меня так наградил Какой я Даже Даже неудобно как-то Ну и я сказал о нем Он говорит Игнатий меня по всем кочкам Протаскивает В моих книгах Я сто двадцать раз Упоминаю о нем А здесь я сразу сказал Несправедливо Но ты, отец Андрей Прими это Ты же первый Кто бросил камень Степаненко Максимов Если ты Не камень бросил А сказал Готовь себе другую работу Ты просто знал Что патриархия Никому ничего не прощает Их система Или ты сказал Созлорадцам Ну тебе только на другую работу А вот теперь на другую работу Ты идешь Ну не тревожься Мы тебя любим Приезжай сюда к нам И вот так я сижу Записывает меня А тут у меня Кровати в один раз Я говорю А тут у меня второй этаж Нары Потом думаю Господи Я говорю Прости, это не нары Это палаты И попутно получилось Говорю Сухарей у меня хватит Эфир подхватил Отец Андрей поезжал Там нары Сухарей уже готовы Для тебя Я не хотел этого Он юмором обладает И вчера вдруг он выступает На миллионную аудиторию Эхо Москвы Мне сразу со всех сторон встали Вы слышали Он там был Он про вас рассказывал Он говорит о неполадках Церкви То другое Что надо серьезно С силой верить Диктор говорит Ну а разве сегодня Такие герои есть Чтобы так Он говорит Да, есть И вы назвать можете Ну поясните И другой говорит Да, да, есть Так мы должны тоже знать Да, знаю В Барнауле Игнатий Лапкин Это вчера он меня Озвучил на миллионную аудиторию Ну подробнее-то расскажите И он говорит Человек там Из 17-го столетия Ну Я говорил Например Как Боярне Морозову И дальше начинает Начинает Как он понимает Говорит Он читает книги Библию Там же есть Их Он серьезно верит в это Понимаете Это диво Что серьезно верит Как один Духовную академию окончил И за 5 лет Один был верующий Вышел Понимаете Как один епискот За 100 лет спасся И он говорит Верит в это И старается так и делать Но знаете Самое главное качество У него Свобода Я понял Что если он о свободе Несколько раз В кратком интервью Здесь говорит А интервью-то большое было Это то Чего жаждет его душа Я об этом сказал Ты еще не развился Он как ребенок Когда ты вот это Отосюду теперь отошел Ты говоришь Игнатий говорит Ему плевать на все Что говорят на него А я не могу плевать Я думаю Что епископ сказал Что начальство сказал это Я говорю Тебе сейчас И дает Господь Ты про христиторов Не боишься Ты раскроешься Сейчас еще Такое выдашь Что тебя весь мир ждет Дорогой отец Андрей В первую очередь За него молиться Я за него Несколько десятков лет молюсь Отец Андрей И в конце я сказал Никуда не уходи Из родной патриархии Трудись там Да как подхватили И другие начинают Что там этот бомж Лопощет сидит Это на меня Да вы посмотрите на него Какой он А другие говорят Нет Надо посмотреть Вначале дальше Говорит Да это алмазная глыба Это кто ж на меня Поднимет руку А распилить этот алмаз На мелкие бриллианты Ни у кого рука не поднимается Там такие Одна говорит Я все записывал А Шталапкин говорит Какие педлы И вдруг такое Перестало записывать Он говорит Когда люди ссорятся Друг с другом Я говорю Я понял Они не молятся Один за другого Я сразу себе записал Вот это да То есть В поговорку ходит А это сама жизнь Они это видят И там столько Они выставили Вот смотрите Я на форуме выставил Ну Положительный Примерно Мой адрес Я скажу 85% Такие восхитительные Слова говорят И поехать Другой что-то знает А другой Да я знаю Я был Потеряю Он сидел За такие страшные Преступления Он преступник Так он И с дурдом На него лазит И я знаю Видно что А ни фамилии Ничего нет А другой Заходит и говорит Я говорю Вот выступаете А лапкина Вот как барашки Блекаете Стоите Ни один толком Сказать Вы назовите его Грех Ни один не может Назвать Я понял Что ничего нет Вы лжете Все Там такая битва Уже об Андрея Не столько Обо мне А отцу Андрея Отец Андрей Если за вас Такие люди Заступаются Ничего Вам не случится А я сказал Отец Андрей Опасайся Самая страшная На земле Это церковная мафия Ни перед чем Не останавливается Любого Они мужеложника Пошлют Пьяного В подъезде Как отца Александра Топором Рубанут И они все Правильно Говорят Отец Андрей Да вы для нас Все эти годы Мы только тут И питались Где-то Вам интересно Слушать Представьте Что он приедет К нам Он был здесь У нас брал книги Я говорил уже о нем Так Не просто Произнести имя его А подумайте Маленько Как ему это будет Необычно Все И ему советуют И вечером Я назначил С ним встречу По скайпу Ему тут же Передали Поступил ответ У него скайпа нет Я говорю Не такой Продвинутый Как Игнатий Я до того удивился Я говорю У меня не было телефона Но мне все звонили А как Там Саварей живут Через два квартала И я к ним бегал Скажут Позвонили Я туда бегу Кто-то постучал в дверь Там позвоню И теперь назад возвращаюсь Люба Яговитина была Ее муж Совершенно не наш человек Фамилия его Крупский И он купил мне телефон Оплатил его И платил за меня Так отец Андрей Передали ему Так Игнатий-то бегал Куда-то Ну сходите к соседям И позвоните И ночью Кто-то мне звонит Не вовремя А у меня запись идет Братья мои спят Я потихоньку По телефону говорю Говорите потихоньку Мне нужен Игнатий Лапкин Ну я слушаю Перестаньте обманывать А я потихоньку говорю Они такого-то меня не слышали Я снова говорю Это я слушаю Я сказал Перестаньте обманывать Где он находится сейчас Потихоньку У меня гости спят Они на расстоянии Полутора метров Только от меня летят Значит вы не хотите Правду говорить Это Москва Потом говорят Видимо ночью он звонил Через кого-то там Кто связует А перед этим Только от отца Кирилла Женщина позвонила И пригласила Вот где-то тут у них День престольный Чтобы приехать Ясно что я не приеду Но летом можем там быть Ну и потом тут утром Мне уже скинули Другого места Вот вам же звонили Чуть не патриарх звонил Я говорю Глупости какие Ну звонили вам Звонил Так это из патриархии Вам звонили Откуда бы я знал Он не назвался Ничего Разговаривать нельзя Братья только мои Утихли Успокоились А я закачиваю Новые ролики Которые написал Так что правильно Неправильно сделал Не знаю Если нужно Передайте ему Я нужну В какое время Показал Чтобы по нашему Не позже девяти А утром по нашему В пять тридцать утра Уже можно звонить Ну высчитай время Я уже сижу у компьютера Значит Мы говорим об интернете Так брат Представляется слово Это наши гости Представьте Все наверное знают Кто не знает Мое имя Владимир Я из Екатеринбурга Показал Мое имя Владимир Я из Екатеринбурга Со мной сын Мой Сергей Уже не первый раз здесь Я очень рад И благодарю Господа Иисуса Христа Что вновь Здесь с вами Вы меня Здесь редко видите Так как я в основном Уезжаю Проезжаю по Теревку Маленька Подаришь Чтобы Антона видно было Маленька Серьезно 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 Целый год Больше даже Когда период Проходит Что я не могу сюда попасть У меня копятся вопросы Нужно Думаешь Сейчас вот приеду К Инае Тихоновичу Батюшке Задам Все Вопрос есть Еще один вопрос Налаживается Друг на дружку Книги открываешь Один решился Другой решился Инае Тихонович Благодарность И не только Думаю от меня От многих Тех кто читает Ваши книги За то что Вы раскрываете Все наши тайны И видим Ведомые Неведомые Тайны Которые мы Формируем В своих вопросах Благодарю вас Благодарю Господа Что вы Есть Что вы Дали нам Такую возможность Мы не Сама Екатеринбурга Это область Свердловская область Артемовский район Кто Может помнит Еще брат Андрей Приезжал Из Смирнягин Он Нынче не смог Хотел было Но финансовые трудности Не позволили Не знаю По крайней мере Он так сказал Очень жаль Он Просил передать Всем поклон Кто Слышит Очень Очень рад Здесь быть с вами Что-то было О занятиях О занятиях Ты хотел сказать О занятиях Ну Я К сожалению Не имею возможности В церкви В тугородную Двородную Деревь В которой Живу И Рядом Соседний Город Реш Там В патриархии В московской Патриархии Посещаю Храм Иоанна Кожестатского И батюшка Андрей Священник Андрей Он разрешил Позволил Организовать Занятия По изучению Священного слова Священного писания Мы идем По трехтоннику Священник принимает Он не мешает Нисколько Абсолютно не мешает То есть иногда Бывает заходит Конечно лучше было Чтобы он сам На этих занятиях побывал Но вот пока что так Благословляет Изначально Собралось Было достаточно Много людей Ну как И положено Отсеялись Слава Богу Семь Восемь Стабильно Но уже Образовались Люди Которые Неравнодушны Друг другу Вот что меня Больше всего радует Это то что Как вы Здесь Семья Говорите Друг за другом В любви В заботе Главное в заботе Друг о другом Там что-то Начинает Подобное Зарождаться Я делал Предложение Желающим Со мной Съездить сюда Но к сожалению Пока еще Видимо не дозрели Вот Помните Знаете Что и на Урале Есть люди Которые Есть люди Верующие Во Христа Верующие Не просто Баклажки Приходящие В церковь Приходящие Прохожане Вот Есть истина Верующая Довелось Мне не так давно Побывать В городе Полеской Брат Игорь Дыбунов Он Через Володю Ващенко Посоветовали Повстречаться С людьми Очень Достаточно Хорошие Живые люди Бог даст Еще Будет Возможность С ними Повидаться Возможно И свяжемся И с вами Свяжемся Там К сожалению Не запомнила Женщина По имени Как ее зовут Она прочитала Стихи Достаточно Такие Живые Хорошие Стихи Было удивительно Слышать От людей Которые называют Себя Старообрядцами Слышать Слово О Христе Это Живой Наш Бог Так они И говорят Свидетельствуют Это для меня Было очень удивительно Слава Богу За все Ну вот У меня Все Так Сын Будет что-то Говорить Нет Так Я немножко Еще К этому Добавил Система В интернете Такая Что Допустим У нас Стоит Снимет Он Это Сегодня Собрание 5 января 2014 года Под таким Названием Теперь Нужно Заново Все Прослушивать И о чем Мы говорили На какой Минуте Говорили Чтобы люди Могли найти У нас Сейчас Одну часть Берет Михаил Может быть Антон Будет заниматься Скайпом Сергей Сергей Видишь Какое Дело Нам Нужны Помощники Шибала Сергей Тоже Займись Занятия Взять Пройти И краткие Оглавления О чем Там Говорить Люди Приходят И все время Жалуются Нам Нужен Этот Материал Оказалось У вас Он Есть Где Его Искать В каком 1420 Роликов Наших Фильмов Наших И Везде 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 Успевают Все Сделать И Он Туда Им Переслал И Они Поставили На Свой Журнал Прошло Три Дня Посещаемость Этого Ролика Перевалило За 11 Тысяч Представьте Что у нас За три Дня 20 25 Человек А это Тысяч Я встал Посмотрел Это не мой Ролик Посмотрел На форум В два раза Три раза Больше Это не мой Форум Я привык Сидеть Спокойно Зашел Тут В комнате Все Заспурно Другие Люди Пирши Здесь И Притом И Видись Люди Активные Прям Какие Там Материалы Стали Вставлять Значит В отце Андрея Усиленно Помолитесь И из молитвы Его не выпускаете Чтобы его жизнь Бог управил Как угодно Ему Богу Богу Чтобы он где-то Что-то говорил Не так Ему много обвинений Чтобы у него Это изликционно Отошло Если он миссионер Чтобы он говорил На встречах О Христе Только о Христе И о Святой Библии О чем говорил Павел Благовестование Чтобы было А не так Что Проходит время Заканчивается встреча И Слово Христос Не упомянется Я говорил Он очень грамотный Очень многому дано И видимо Много спросится А обвинения Обвинения Из-за чего Главное Тут озвучено Даже страшно В городе Казань Семинария И семинаристы Написали в Москву К архиерею Ну там Патриарху И так и так Зам Проректора Ну Заведующий по части Проректор Сексуальные наклонности И семинаристов К этому подбивает Они написали Приехала комиссия Отец Андрей знает Это все Комиссия Когда приехала И сразу Человек 28 еще выступили Что подтверждаем Что это так А после этого Метрополит выступает А сегодня записывает И легко в карман положил И все Он не знает Записывает или нет А его записали Это вы что думаете Священниками быть И вы без моего разрешения Там давали такие показания На нас тут все Это то другое И Андрей это все Опубликовал Голубое лобби А того сразу В Тверх переправили Там его приняли Я не говорю Виновен Не виновен Это Кирилл Ну Надо прислушиваться Царь не прислушивался Что говорили о Распутине И вместе с Распутиным Пошел туда Надо слушать внимательно Имеют нарекания Или нет эти люди И вот сейчас говорят Он пострадал за это Я думаю Не за это Не только за это А за то Что Бог его любит И ему готовит Другое поприще Я вам и много сказал Если бы Лишить вас должности С патриархом Кириллом И сослать на лесоповал И я с вами был бы Абсолютно точно намертно Вы никогда больше не будете Вот у нас разговор был открытый Так Игнатий Он вчера выступает И говорит Ему разницы нет Кто что Он правду матку режет Как асфальтоукладчик Вдавливает в асфальт И все И все это в интернете Уже на наш Перетащили Усильте о нем молитву Не забывайте Степаненко Максим Я не знаю Появляется где-то Нет Он особенно тоже нуждается И они что-то между собой Как бы не ладили А мне От этого тоже тяжело Это одна упряжка Два вала в одной упряжке Петр и Павел Как Златоуз говорит Ну Павел А Златоуз начинает Говорит Его обличил перед всеми Павел там Лицемерил Ну ладно Павел правил Одного вала Петра там и завалим Сейчас А куда дальше Упряжка Ну ладно Петр правильно делал А Павел Пришел Нагло обличает Ну Павла завалим Опять стоит на месте Златоуз говорит У меня задача Обоих оправдать Петр это делал Любя слабых А Павел Понял Что все на слабых Ориентир держать Да слабый Да сомневается Да Соблазняется Нам с места не сдвинуться На них смотреть не надо Они только ноют и ноют И он показал Что оба правы По своему было Вот теперь Говорит Два Вала у нас А там на валах пахали Вот как надо рассуждать Я так рассуждаю Степаненко и Кураеве Переменить кое-что На Кураеву я сказал Перед Степаненко Попросить прощения Попросить прощения Если у вас были Намерения недобрые А если нет Значит Тогда просто протяни руку И сказал Брат Я просто не сделал Дополнительные слова Как ты тоже не сделал Я заступился А он заступился за слова И его озвучил В первую очередь Сам Кураев Эти Б Говорит Приехала там Мадонна какая Он прямо ее называет И все Это сегодняшняя неделя Это я вам загрузку Даю не на один день Если у нас получится Связь с епархией Кого епископ пошлет Или сам приедет Или Но то чтобы у нас Можно служить Здесь они еще Ни разу не следили Только потеряевки Будет это или не будет Но я с батюшкой договорился Ну все У них главное Чтобы нас Ликвидировать Я знаю их задачу Вы говорите А уже в интернете Говорят Вы смотрите Новый епископ простой Не так он и простой Как вам кажется Он себе на уме У него то же самое есть Что и у других Только нас Изничтожить Я не могу Такие слова На него сказать Но я поэтому С опасением отношусь Мы близкие Друг к другу Должны быть Ну а почему Мы должны под одним одеялом быть Не знаю У нас другой дом Мы признаем Благословляемся У нас они служат На 26 Я напишу Батюшке дам Подписать потом Так Вы услышали О чем я говорил Так Сережа Возвращаясь к прежнему Что с этим будем делать Проходить Когда будешь Обязательно подходи Ко мне И говори Я помню Помню Это не болезнь ног Это беспечность И большая даже Мы раз уставим Написано Не подгибать ног Я поговорил И не просто Откнуть Я хочу Чтобы этого не было Просто не было Некоторые дети Здесь Кто с детьми занимается Молятся Вот так вот Лежу в руку Как попало Это ребенок Ему надо подсказать И он пальчики сложит Правильно Как ты Двуперстно Тройперстно У нас разрешается Так и так Из какой ты среды Вы По уму все сделаете Вот вам сестра Нина Вам пример Как собирать На дело Божие Так это она за раз Только столько привезла А у меня Сколько раз были Два раза Через неделю приехали Она опять с дарами Так ты теперь Возьми для себя Теперь и других знакомых Побуждай к этому Но брать только у тех Которые на сто процентов Скажут Да мы верим Что мы вот трое Я Николай Крущей На Виктор Сашенко Не проведим Лишнего Никуда мы не денемся Только на благовестие Только А остальное Мы когда приезжаем Рассылаем У нас деньги расходятся Так кто хотел сказать что-то Никого больше нет Так вон Давай Еще я забыл Даже гость рядом сидит Видите Сашенко сестра Поклон всем от родителей Спасибо С праздником Поклон особый Игнатию Тихоновичу От мамы От отца Ее отец Мой крестник Но он старше меня Года на три У нас там Завьялово Священник Стал проводить Занятия Как он говорит Но это не занятия Это чтение Бытия Бытия начал Почему с Ветхого Завета Он объясняет Что связь с Новым Заветом Он увидел И как я увидела Что ему это интересно Если раньше как-то Ну когда побуждали Мы его к занятиям Ему не было интересно Он бегом-бегом По-моему Он с Теняева читал Проповеди на откровение Иоанна Ну бегом-бегом-бегом Там дремали Люди не успевали за ним Я если вот читала Трехтомник Вот Когда что-то я вспоминала Успевала А люди нет Но сейчас Поначалу было интереснее Он пытался Златоуста Читать там Тоже зачитывать Но материал объемный Как он объяснил У него видимо Не хватает усидчивости Чтобы выбрать главное Виктор мне привез Как раз на бытие Златоуста Я стала конспектировать Вот помолитесь Чтоб у нас Все это дело пошло Как у вас Хоть хотя бы Хоть чуть-чуть похоже было Вот А так Какие новости Больше никаких Вроде бы Родители Слава Богу Живы здоровы Вашими молитвами Чего и вам Всем желаю Спаси Христос Игнатия Тихоновича Община Что вы такие Есть И после того Как у нас Был наш батюшка На освящении храма Это было 14 июля Прошлого Теперь уже Года Отец и Аким Отношение изменилось И стали люди Интересоваться Я кое-что Друзьям своим Сбрасываю в одноклассники Вот Кураев Как Игнатий Тихонович Отозвался Что старобрядец Там и т.д. и т.п. Вы это слышали Вот И людям Такой Каким Стало интересней И на меня По-другому Стали смотреть Если священник Был против Игнатия Тихоновича Соответственно И против меня Наш Александр Тот Завьяловский То понятно Что и пас Пасалась со мной Когда Общаться Да А сейчас Люди Благодарят Вот я Коль шту В одноклассники Сбрасываю Хотя и форум Я давно про форум Говорила И давала визитки И все Но Вот так вот Немножко сдвиги Есть Слава Христу Ты всегда Жертвовал Были Так Продолжи это дело И там Своих пошевели Не позже 10 мая У нас кто Где Именно Степана Вот она Я через нее Что будет С тем мы Значит поедем У нас Помаленьку Дело идет Мы Я сейчас узнаю Визу оформлять Надо начать За 3 месяца Или можно Раньше Уже С визы Разницы нет В этом году За 2 Ну я посмотрю Проверю Что-то меньше Ты Не знаю Я вроде 3 Просчитал Ну надо Посмотреть Вот мы услышали И сразу скажи Я бы тоже Ну как Ты можешь участвовать Как Монительным Средствами Где-то Не думай Что я оставил Там Оставлю Внуков Посмотрите У них пенсия Так какая У вас такая же пенсия Но почему Один больше Другой меньше Я тебе не могу Поборы делать Павел говорит Допустим Я от кого-то Хитростью брал Даже Павел Такое слово Потребил Но Пользовался я тем Чем Или нет Кому это Непонятно Вопросы Сергей Вопросы Вы говорили Что От епископа Максима Был заказ На ваши книги Чем Дело кончилось Что там От епископа Максима Был заказ На ваши книги Ага Ничего нету Нету Звонили Из епархии Два раза Секретарь Ничего нету Раз назад И нигде Никого нет Это нам не подходит Совершенно Ну по крайней мере Изменилась Автономка Сразу позвоните Извините ребята Меня обокрали Вчера Даже штанов нету До свидания Но ведь этого нету Кто-то что-то сказал Где-то как-то Это ваше дело Это Я еще могу сказать Я заряжаю Я заряжаю вас На очень многое Отдельно молиться Слова Говорите Об японском народе И об еврейском Потому что Тех смывает водой А этих С другой стороны Мучается И мы должны Одинаково Молитвенно Перед Богом Предстоять Я же говорил Мы молимся Допустим За Невзорова За Стерликова За Горбачева За Людмилу Плет Ты каждый день Призноси перед Богом Имена Имена святые А люди могут быть И грешны И ото всех Польза Они все нужны Я озвучиваю Иногда Слова Которые Допустим В адрес Андрея Кураева Говорят Кидайте-то на меня Сюда А я их выставляю Выставляю ему Я знаю Что он Не обидится Он не может Обидеться на меня Никак Просто не может Вот я просто чувствую И так и получается Вчера в выступлении Его Он говорит такие Слова интересные Но если Господь благословит То он может Сюда приехать На палате Не на нара Есть люди Которые Очень сильно Просятся Большие перемены Произошли Но эти люди Как только их Узнают священники Что они со мной И знакомы Церковники Начинают гвоздать И по всем Статьям Вы с кем Связались Еретик Пседоправославный Раскольник Ну а дальше Что только могут сказать Как один говорит Жит Иеговистский еще Я не простой Жит А иеговистский Но если я переведу Жит Это еврей Да я еврей Я верую Как иуда Это исповедание Я исповедую Перевод я на русский язык Делаю Но иеговистский Иегова Это мой бог Так что я не могу Обижаться никак Даже с этим соглашусь Так что хотел Кто-то сказать Еще братья Хочу Напомнить Что у нас Три раза в неделю Проходят Занятия По изучению Библии Постоянно Водят три человека Мне бы хотелось Чтобы Вы молились О том Чтобы Был Ли Был приток Новых людей Как это сделать Я Расклеил Пятьсот объявлений У себя В районе Ни одного Звонка Ни одного Ничего не было Понятно Но бог смотрит На намерения Прошу поддержать В молитвах И приглашайте Своих знакомых На эти занятия У нас Община Нам всем хорошо Здесь у нас Все благодарят Но давайте Других то Тоже любить Тоже чтобы Создавались Общины Сюда можно Приглашать Именно Приглашая Сначала на занятия Все мы сюда Пришли через занятия Занятия Нужно Поднимать Развивать Место есть Теперь Чтобы Молились А вместе Три места Есть Три Бог дал И что Три Человека Ходит Давайте Я Каждое Воскресенье Буду Вам Напоминать Молиться И Приглашать И Горе Мне Если Не Благовествую Что Самим Приходить Еще Самим Конечно Все 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 Знают Давайте Экзамен Устроим Такой Просто Без Оценок Проверим Кто На что Способен Ты Скажи Что Ходили На Благовестие Ходили На Благовестие Прошлое Воскресенье Раздали Визиток Были Беседы Снимали Все На Камеру У нас Жизнь Слава богу Прошлипаемся Зимней Спячки Или Какой Там Я Не Знаю Духовный Духовный Так я Объясню Вот в интернете Когда Работаешь На Хор И Показывается Темы Новые И Она Выстраивает Машина Сама Какая Последняя Тема Была А Другое Темы Горячие До которых Много Выступает У нас Есть Молитва Горячая И Вы В этой Горячей Молитве Никогда Не забывайте О ком Молиться Вот скажут А какие у тебя Это о людях А теперь О деяниях Какие Вот я На первом месте Всегда Молюсь Дай Господи Нам еще Священника Если угодно Тебе И место Для занятия Всегда Вы Молитесь Нет Вот Об этом Дальше Господи Пошли Добрые Жители Наши Поселения Не пьянец Любящий Слово Твое Второе Ухажи На место Стоянки Где мы Должны Быть Ну и Третье Говорил Чтобы Сердце Николая Виктора Были Расположены Всем Сердцем И чтобы Нам Совершить Эту Поездку Потому что Никого Больше Замены Нет Нет Потому что В второй раз Можем Не разовую Сделать Заезжать В Калининград Вернуться И через здание Опять Войти Поездка Совершенно Необычная Внезапно Вот понимаете Как У нас Вопрос Стоит Самый Трудный С Англией Очень Трудно Надо Ехать В Москву Какие-то Суммы Прям Платить Надо Документы Отпечатки Пальцев Нигде Такого Не требуется В Англии Ну не могу Я там Сидеть В Англии Я уже Другие Способы Изыскиваю И вдруг На неделе Как раз Священник Отец Сергий Из Томска Дудин Фамилия его И он говорит А у нас тут Работают легионеры Из Франции И дальше Он начинает С ними беседовать И тут же На меня Скидывает Мы можем Это дело Посмотреть Устроить И прочее Понимаете Я сижу дома Знать Ничего не знаю И уже там Какая-то Идет работа И поговорили Они согласились Я в долгу Не останусь Я заплачу Книгами Книгами Подарю Да об этом Речи нет Будем Друзьями Вот Помолиться Надо Я сказал Пока Я скажу Тут все Чтобы начали В молитвах Приносить Легионеры Из Франции Русские люди Русские И они русские Естественно Знают И они могут Как-то что-то сделать Или Наш груз Отвезти туда В Национальную библиотеку Лондона Или как Я не знаю Ну Нам-то разницы нет Но если бы дали Хотя бы на три дня Мы бы в Шотландию Сделали путь И в Ирландию Проехали Нам есть Где там быть Чтобы по Англии Поколесили Три дня Нам вот так Хватило бы Но это Пока только слова Слова Озвученные Они находят Иногда Отклик Вот И мы Господь Сроднил Вот приехал Володя И от них Оттуда Вот он стоит Снимает Пожалуйста Они все вместе Андрей Смирнягин Дети Его в лагере Были Видите Как Господь Разняет Среди Слово Божие Вот это Крупное Евангелие Новый Завет Новый Завет Без Псалтыри Большое Такое Крупное Такое Темно-фиолетового Цвета Кто Издал Я просил Узнайте Кто Он сказал Нет Не узнали И он Издал 50 тысяч Или больше И везде Раздают Бесплатно У нас церковь Сгорела в Покровске Где сгорело Очень много Этих экземпляров Священник Просто похоронил их В Покровске Была церковь В которой Было очень много Этих экземпляров И священник Не раздавал Господь Спалил Про это Евангелие Ты привез там их? Да нету их уже Это мы Как раз последние Привозили Вот представьте Володя ходит По городу Нанимается Кому дрова колоть Он мастерски колет Познакомился С бабушкой Бабушка церковна Ходит в церковь А считать то не Он большой Евангелие у нас Было это Тамошнее А оно туда К ней ушло Подарил конечно А она ему пирожки Как он день заканчивает Она пирожками Нагружает И он сюда Ну Он заработал Я ни пирожка не ел Я не могу Я вот Зачем чужое брать буду Он знает Это нельзя Меня принуждать Это Господь так делает Моего труда Там нету Видите Какое у нас сегодня Праздничное собрание Что нас гости навестили Так все устроилось Ну и видишь Батюшка-то рассказывал Про это Как поезд не останавливался Я вяжусь с батюшкиными А люди Которые ехали Петеримов Анатолий Вот муж Алифтины Он не знал это А нужно делать было так Я как делаю Последняя большая станция Ребриха Какой бы вагон ни был Можно пешком Спокойно пройти Я подошел к машинистам А вы знаете Что на подстеках останавливается Я не знаю Первый раз А помощник не знает Мы там слазим Вот ему сказал Все Если бы вам подошел Сказал машинисту Машинист бы Даже слова не сказал бы Значит надо самому двигаться Дитя не плачет А мать не разумеет И получилось Увезли за 15 километров А это до станции Там еще больше Может быть и 20 А оттуда на перекладных Да зимой Да на снегоходе Да Пока добрался Это от нас зависит Имейте Говорит Общение друг с другом 1 Иоанна 1.7 Это одно из условий Нашего спасения Еще Любишь меня Поговорка Люби кого Мою собаку Собак нет Собак много Какие у вас отходы Кости есть В отдельный мешочек Которые вырезки делают И разные головы Для моих кошек Пожалуйста Прошу Приносите сюда Я их держу Я кормлю 50 Воробьев И 30 Жуланов На отходах Это тоже Твари тоже Она нуждается Как-то надо выжить Вот собаки я поставил И сфотографировал Меня Володя Други говорят А что он там с собаками возится Я одна Валентина такая Глубоко верующая Игнатий что делает Иначе Они волки будут Вы из дома не выйдете Им жрать то надо будет Вы тоже делайте Ну я вышел Собак кормлю Он сфотографировал А здесь у меня собаки А где еще возьмут Ваши отходы дали мои От кошек отходы Теперь я несу собакам Игорь дал отходы Для голубей Что остались отходы Снимаю Я воробьевы Жуланом И семечками посыпаю их А тут Один Надежда Васильевна Выносишь И никуда не забывай снегом Сороки прилетают Им тоже надо жить И тогда ты будешь видеть Кто в тебе нуждается Если ты пал где-то Все будут понимать Пустота в этом ряду Как хорошо нам с ним было Ну не живите для себя Жизнь наша должна быть Интересной и в бедности А каждый день Мы об этом молимся Господи Сделай нашу жизнь И в бедности Интересной Чтобы род не наполнить Ропотом Нам хватает Мы не голодные Вопросы? Давай Есть такие хорошие слова Вот именно относительно того Что здесь рассуждение В деле Иначе наставление давал Что Если вера жива Если вера горит Она в деле живому платится Настоящая вера Без дел не сидит Ей без дел Но никак не сидится Это то что мы рассуждали А еще Я сегодня призываю Брат Сергея За то И брат Игорь тоже сказал Что мы сегодня Та же воскресенье Даст Бог Выйдем на благовестие Просим помощи Не только молитве Но и поддержки Тоже та же с нами Братья и сестры Кто может выходить вместе Для этого много ума не надо Если вы боитесь Что-то говорить Ходите с нами в паре Господь нас даст Разумение Писание Все как что Человеку засвидетельствует А там просто Подал визитку По крайней мере Хоть как-то Человека Ты побудешь К вечности А в познании Господа нашего Иисуса Христа Все умные Давай Ну я хотел бы сказать О сегодняшнем месте Священного Писания Нам читалось Евангелие Ну самое С первого стиха О Родословии Господа нашего И вот Надо заметить Об этом Говорилось в проповеди Но никто не стал Говорить про это Проповедь такая Интересная она получилась Я ее вчера готовил Думаю прочитать Не прочитать Думаю У нас все грамотные Очень Ну так как вы все Братья знаете Ну Это вот как раз К вам относится Но я по другому Не могу Потому что Все Читали Слово Божие Все рожденные свыше Поэтому могу так сказать Говорилось о том Какое человечество Было до Пришествия Христа И вот Все эти 14 родов До Авраама После Авраама И до Переселения После переселения 14 родов Перечисляются И все Все эти люди Не смогли Не смогли угодить Богу И никто не смог Выполнить закон Божий Пока не пришел Иисус Христос И здесь Началось Вот Игнать Игнать Часто говорит Мир Иерусалиму Я захожу В один магазин И смотрю Большой плакат И Иерусалим Вот это Сейчас его Как вот Стены вот идут Город он сам Он же небольшой И написано Мир Иерусалиму Я думаю Ничего все Евреи дожили Какое распространение Но сейчас думаю Возможно Что это не евреи Скорее всего Протестанты То есть Вот эти вот О таких христианах Тоже говорится И здесь Это чтения Православные Но тогда были Не такие христиане Но вопрос Никто не задал Но могли бы задать Это Эти были христиане О которых Говорится Если Читали вы Некрещенный Поп Вот И там Как раз Вот эти Они ходили В православную церковь И собирались Вот дядя То его собирался А он Как бы Ну просто Не то что Равнодушен был А не гнал Не гнал их Ну и за это Он получил Нарекания А как так Они что без тебя Собираются Кто это такие И О таких христианах Пишет Людях Как потом Прошло Их перерождение Этих людей И уже Он дальше пишет Там Записки Архиерея Архиерейские И уже Пишет О том Как Молодежь Начала отказываться Ходить в церковь Они читают Евангелие Сидят Дома Молятся Там Где-то Собираются Но уже в церковь Не ходят Это следующий Шаг был И вот Тогда Возьмем Марцинковского Профессора Вот как раз Это вот к нему Относится Он уже был Не тот Православный О котором Привыкли думать Какие проповеди Он говорит Ну эти проповеди Не выставлялись Там Не говорится Но он говорит О чем просто Вот если мы читаем Его Биографию А просто Говорится о том Что полный зал И все его слушают И потом дальше Приглашают И это во время Революции Когда о Боге Никто слышать Не хотел Они говорят Об этом И я хотел бы Ну всех Братья Призвать Вот эта проповедь Как раз говорила О том Чтобы мы не Выродились В секту Чтобы мы Были Настоящими Христианами Не по названию Православными Истинами А на деле Потому что Если как брат Сейчас сказал Не будет дел То мы не сможем Христу показать Нашу веру Ибо Вера без дел Мертва А мы часто Не задумываемся Об этом Многие Почему Потому что Мертвые Поэтому и не задумываются Ну мертва Мертва Ну сидит мертвец Ну как говорили Об этом Примазывай его Припаривай А не интересно Потому что он уже Холодный Он с тобой Не будет разговаривать Не будет отвечать Не будет И я прошу Братья И сестер Тоже И молодежь Нашу Чтобы вы не были Такими мертвецами На деле Вот как говорят Что Лицо Как у старого Кофейника Вот Чтобы не было Таких лиц Чтобы можно было С каждым Побеседовать Не то что там Юмор Чтобы Аж От нас исходил Никакого Про юмора Я не говорю Но юмор Кто понимает Может улыбнуться Написано Праведнику Свойства На кротко улыбнуться И надо Надо идти За Христом Потому что Христос уже пришел Нам с вами Деваться уже некуда Запомните Вот эти Три поколения По 14 родов Нам показали Почему они так Определяются 14 до Авраама Потом после Авраама До переселения И после Это же тоже Перечисление есть До Авраама Авраам это Отец всех верующих Он первый Призвал Господа Бога Когда уже Никто не веровал До этого Перечисляется Как потеряли веру Потеряли веру Потеряли Как Господь дал Через Страшные страдания Человека Он Посорился Получается Со всеми Его отовсюду выгнали И дальше И дальше он выходит И еще задержался Златоуст говорит А почему он там задержался В Месопотамии А не вышел дальше Потому что Отец его еще не отошел От идолов Он не хотел отрываться С своей земли И вот когда отца похоронил Вот Авраам Дальше пошел В Палестину Вот Авраам Нашел Господа И по вере Было дано ему Дальше продолжение Потомство Потом дальше До пересеяния Вавилон А что такое опять Почему 14 садов Опять согрешили Потеряли Господа И Господь забирает Свой храм Ну понятно уже Да дальше И теперь дальше идет И докуда Дай Рождества Христова Это говорит о чем Христос наш спаситель Только он мог Теперь спасти все человечество И вывести его На пространное место На каменистом месте Поставил мои ноги Господь укрепил стопы мои Когда уже совсем Они пошатнулись И уже споткнулся человек Израиль был хромно Оба колена Пришел и Великий пророк И Исаия И Илья И восстановил этот Израиль Поднял Как Ну как Видим Чудесами Господними И милостью Божией Только И опять Израиль И сейчас я вижу То что у нас Вот это случилось Вот это как бы Объединение Союз Зарубежной церкви Здесь патриархия И вот это Опять запинание Произошло Это идет проверка Нас С вами Это конец Как бы конец Нашего существования С вами Потому что получается Как У нас уже Ну есть Митрополит Конечно Епископа Нету Дальше Что будет Как бы На грани Мы стоим А о чем Это говорит О том Что надо продолжать Надо трудиться Молитвенно Трудиться Господу Обращаться И Естественно Нужно Показать Веру Из дел Но батюшка Говорил о милостыне Игнат Тихонов Часто призывает К этому Он уже Просто Ну как бы Говорит Ну ладно Вы сами Хоть не благовествуйте Вижу вас Уже не расшатать Но не хочу Чтобы вы были Мертвецами Но хоть через Милостыне Вот Давайте Помогайте Благовестие Вы понимаете О чем идет речь Из последних сил Игнатий Тихонович Пытается Нас расшевелить Чтобы мы Наконец-то Сделали этот шаг Как младенцы И пошли Нас община Мы Община младенцев Мы все Младенцы Практически То что мы тут Ходим по улицам Там что-то Разговариваем Раздаем Это тоже Все младенчество Игнатий Тихонович Давно уже От этого Он вообще Ходил по всем Заходил на предприятия Беседовал с людьми Потом там Заинтересовывались Там целые Целая Масса людей Группы были людей Которым он благовестовал На всех заводах Это уже Не младенчество А у нас пока Даже сюда не можем выйти Уже приглашают Братья к себе На занятия Прям в домы В братские домы Приглашают Вас Братья своих И никого нету Все заняты Или еще Вы не заняты Вы мертвые Запомните Братья Запомните Вы все мертвые Вот прям Мертвецы просто И все Вы застыли Все В духовном плане Как вас расшатать Чем вас расшатать Запомните Господь Иерусалим А что ты А что ты Муж не знает В какой угол Прятаться И все Все спрашивают Каждый раз Каждый раз заходят А вы кто А вы баптист А вы православный А вы не старообрядцы Не знаете кто Я неведомый А второе у меня Это бывают имена С двух языков А другое Латинское Тоже что серопим Огненный Это же заложено было Уже Прежнее рождение А меня-то называли В тот день как родился И так У меня рождение А день ангела Там на другом конце Света Вот у меня Младежина сильно Вера на нежную любовь А рождение Даже сам не знаю Когда она родилась Вот такое дело И ты если это знаешь Ты держись Хотя бы за это За значение Первого Кто был этим Именем назван Подражай ему К нам подходят дети Наши дети А горка нынче будет Это нас чему-то Обязывает Нет Мы говорим Дети Снега-то нету Снег выпал Итак, братья Желательно Чтобы вы пришли Может быть даже сегодня Чтобы застыла горка Перетоптать ее Это какая работа Снег-то с ограды убрать Все равно же мы убираем Для машины проехать Щиты поставить Никакой работы Ничего тут нету Это наши дети-внуки Ну, патриоты Поднимайте руки Кто придет Так Ну что, опять Так, Николай Начинай команду сбивай Что ты этого божья Сним команду-то Когда прикинь Я рук не вижу Ну давайте говори Когда Сегодня вы придете С четырех часов Допустим Потому что тут светло Чтобы снег-то захрялся Его застылить надо сначала А завтра Вы немножко спольете И дети придут Будут кататься Катушки есть Если дети подходят Помнят Вы забыли Какие маленькие были-то Сегодня к четырем часам Поднимите руку Кто придет Только братья Я не пойму Что-то поднял руки Или поднимают Родители-то детей Дед Родители-то с нами Сегодня нет Давайте на понедельник А мы сегодня Дед Ну ладно Ну кто за то Что на понедельник Поднимите Кто Так кто на сегодня На понедельник Еще раз поднимите Я посчитаю Так один Два Николай Три Так Сергей Все собачьи дела Брось Ты должен прийти сюда Четыре Так Вася В чем молчишь Разбудите его Понедельник Восколько К восьми Да Девять часов Девять 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 Давайте С девяти Так С девяти часов Нет Нет Не придет Так Миша Ты главный Тут тоже Придешь Я не могу Не пойму Не может Валерия Никак Алексей Занят Никак Вадим 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 Я приду Вот жалко Хороший работник Вы знаете Как один святой Зашел Братья Ну кто воды Принесет Дрова покорить Никого нет Открадения Я свободный И пошел Работать Андрея Надо спросить Андрея Скажи ему Передай Сюда Детям Кататься Приходи Завтра Скажи Сюда Снег Сделал Так У тебя Четверо Ребедишек Ты ему Покажи Прийти Непременно Покажи Ему А иначе Скажи С лишнего Не выпить Затур Тесать Начнем Ну все Понятно Поблагодарим Бога А то уже Половина Разбежалась Затур 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 Дух Аминь Аминь С миром Божьим Сегодня Первая Коринфянам Седьмая Глава О мужчине И женщине Будет Занятие Продолжение У кого Есть женщины И мужчины Оставайтесь У нас Как на Рождество График Кто объявит На Рождество Восемь часов Утра Будет Служение Ты не уходи Накануне Не будет Да Нет Ты не уходи Сейчас Сейчас Севастян Скажет На какое Местописание Ты будешь Пропресс Он мне сказал Пропресс На Рождество Тебе на Рождество Ну На Рождество Ну А на Это